Всем привет друзья, с вами Геймелькар Барк, рад вас всех приветствовать, продолжаем смотреть турнир Куба Гнации по Первому Риму, сегодня будем смотреть бой между фракциями Карфаген и Армения, за Карфаген играю я, за Армению играет игрок клана Хос Зероу, начну со своего состава, у меня на этот бой, 6 отрядов конницы священного круга, она прокачана у меня в 5 знаков, то есть золотая атака, серебряная защита, 6 прачников в золоте, 6 отрядов воинов священного круга Карфагена, не прокачанный само собой пехот, 2 отряда нумидийской кавалерии в золотой атаке, смотрим на состав у Армении, у Зероу, он взял на этот бой 6 отрядов катафрактов, также в 5 знаков прокачаны, 2 отряда конных лучников в золотой атаке, 6 отрядов лучников обычных в золоте и 3 отряда армянских легионеров в 2 знака плюс 2 креста, итак перестроился я и идем в перестрелок, надо заметить что у Армении здесь на 500 динариев меньше чем у Карфагена, за счет того что у Армении есть катафракты, тогда давайте поставим на вторую скорость, пока здесь ничего интересного не происходит, аккуратно мы подвигаемся, вернее подходим к перестрелочке и собственно говоря здесь начинается активное действие на флангах, Зеро пытается работать хашками, я соответственно нумидийцами активно ему в этом мешаю, начинается перестрелка, понятное дело что здесь мои праздники получили несколько залпов до того как подошли в основную перестрелку и поэтому в принципе я перестрелку так по большому счету проигрываю, причем проигрывают довольно таки значительно, плюс здесь хашки, существует большая вероятность что меня сейчас будут расстреливать, здесь таким образом все продолжится, тем не менее перестрелочка продолжается, ставим обычную скорость, попытки выловить конных лучников армянских, ну здесь я не столько пытался их поймать, сколько пытался им активнейшим образом мешать, чтобы они не дай бог не постреляли по кавалерии или там по копиям где-то в тылу, активно работал именно для этой цели против них, здесь у нас уже перестрелка фактически закончилась, мои праздники ожидаемо проиграли в перестрелке, но нанесли существенный урон армянским праздникам, хотя как-то очень неудачно эта перестрелка для меня сложилась, не знаю с чем это связано, ну да ладно, начинаю я идти вперед, поддавливать, здесь я решил именно не рашить, а сначала цель у меня была просто немножечко оказать давление пехотой для того чтобы мешать лучникам спокойно стрелять, потом подумал и решил что лучше уж идти вперед и рашить, потому что вот в такой ситуации видите армия развела лучника очень хорошо на флангах и существовала вероятность что начнется сейчас расстрел моих копейщиков по флангам и так вот здесь вот катафрактов хоть они и медленные, но все равно это кавалерия, догнать в такой ситуации не оторвавшись от копий у меня шансов было не так много, поэтому я решил прочаржиться в легионеров и вынести их и тем самым заставить каким-то образом армению самой пойти вперед пойти в бой да вот здесь вот легкое прикосновение по легионерам, легионер вспыхивает и бегает и я тут же начинаю выводить свою кавалерию обратно через свои копии и здесь копии соответственно опускаются и вот здесь происходит ошибка у армении, видите один катафракт здесь остался, вот этот катафракт за линией моих копий им очень долго обходить, все это дело один катафракт здесь, второй здесь и вот здесь только на этом фланге создается небольшое катовое присутствие каты в общем одним словом гахаря очень сильно разделены и это большой минус для армении, армения здесь теряет своего одного катафракта, минус здесь идет очень хороший чарж, здесь можно было бы ударить в тыл по копейщикам но вместо этого он просто пытается через этих копейщиков пройти само собой это не самый лучший вариант и здесь генеральский катафракт задерживается, но вот здесь вот происходит неплохой чарж с разных сторон по массе моей кавалерии, но копья рядом, конь священного круга если рядом с ней стоят габлиты священного круга очень неплохо себя чувствует и очень неплохо держится, вот здесь также происходит очень неплохой момент, перехват катафракта выйдет вот здесь вот и минус очень много катафракта в этом моменте теряется и катафракт просто пугается и убегает минус 11 человек за раз все вот один от 1 отряд кавалерии я вывел и прощаржил просто уже по завязанным катафрактам в этом моменте уже все было ясно и все было кончено здесь погибает генерал ошибка армении заключалась в том что армения разделила своих катафрактов и таким образом слила здесь продолжаются какие-то попытки со стороны армении что-то здесь сделать но уже абсолютно бесполезно все это дело катафракты закончились пехоты нету никакой хотя она здесь и нахер не нужна была вот такая вот победа получилась у меня над арменией на кубке наций с вами был я мелькарбарк надеюсь вам понравилось увидимся бай бай